Всем привет! Меня зовут Чайгана, я художник. И в этом видео я буду показывать вам свои новые материалы, которые по мне недавно пришли. И давайте начнем. Вот такая вот коробка, я поставлю ее рядом. Это посылка от MPM Art. MPM Art — это официальный дистрибьютор художественных товаров России. Они представляют бренды как Royal Talents, Fabriano, Cavico и другие. И давайте начнем. Самое первое, что я хочу показать — это то, что я очень-очень сильно ждала. И это такой вот карандаш. Смотрите на одну коробочку, насколько она красивая, насколько она детализированная. Просто невероятно. Внутри у нас есть такая маленькая инструкция, где можно прочитать, как изменять стержень карандаша и также наклеечка. Я обожаю такие маленькие детали. И вот, собственно, сам карандаш. Мне кажется, что это идеальный подарок, потому что упаковка тоже довольно подарочная для художника, для архитектора, для любого человека, кто любит делать записи в ежедневнике, в журнале или просто любит писать, дудлы рисовать. Вот, смотрите, цвет такой вот очень приятно. Розовый, матовый. Не буду его отпускать из рук, потому что я обычно рисую простыми карандашами. А теперь я хочу сделать переход на автоматический карандаш, потому что это удобно, его не надо затачивать. Линии всегда четкие, тонкие и как надо. И к тому же они как будто бы меньше пачкают лист. И плюс ее держать в руках очень удобно. Она хоть и такого небольшого размера, но все равно нет такого ощущения, что она супер маленькая какая-то, и ты жертвуешь размером. Я бы сказала, что она компактная. Не сказала бы, что она супер маленькая, потому что когда вы держите карандаш в руке, вам не нужно здесь 200 метров. Как бы все равно вы держите кистью и захватываете только вот примерно как раз таки 10 сантиметров. Дальше у нас такие чернила. Это чернила для перьевой ручки. Это для моей перьевой ручки ковико тоже. Ковико спорт фростед. Эта ручка просто моя любовь. На века я уже сделала ей очень много работы. Как только я получила, я не отпускала ее. Я постоянно, мне хотелось рисовать именно ею. Я обычно рисую акварель. Это мой основной, так скажем, материал, но я просто влюбилась в чернила, в перьевую ручку и начала ее рисовать. Здесь у нас черные чернила, коричневые и фиолетовые. Мне не дерпится попробовать другие цвета, потому что я пока что рисовала только черным. Далее у нас такая парочка для золочения. Это смесь для золочения азенда на основе спирта и поталь. Листы потали золотые, невероятно красивые и невероятно хрупкие, так что нужно быть осторожным с ним. Я хотела попробовать золочение уже очень давно, сто лет назад и наконец-то сейчас я попробую и конечно же покажу вам каково это. Я буду использовать это в работах с акварелью, с акрилом, с маслом и также в других работах смешанных техниках, потому что я люблю рисовать разными материалами, карандашами, линерами, пастелью масляной, карандашом простым и так далее. Далее у нас такая масляная пастель от Art Creation. Art Creation это серия от Royal Talents компании, которая производит художниц товары, очень распространенная, популярная среди художников. Главная особенность ее в том, что она водорастворимая, то есть можно рисовать пастелью и размывать также водой, потому что обычную масляную пастель можно размывать растворителем для масляных красок, я это и делаю, а в случае с ней это можно будет делать просто обычной водой. И вот так вот она выглядит, здесь 36 цветов, мне уже очень нравятся оттенки и нравится то, что их много и не нужно будет стараться над тем, чтобы очень-очень смешивать цвета, потому что тут есть интересные оттенки, серый, очень нежно-бледно-лиловый, выбора очень много. И также внутри здесь есть такая инструкция, она показалась мне невероятно милой. Для людей, которые только начинают свое знакомство с масляной пастелью, мне кажется, это будет идеально, потому что здесь есть инструкция шаг за шагом, как в картинках, так и в тексте. Тут описываются шаги и что нужно на каждом делать. Мне кажется, что любой человек, который даже не брал масляную пастель в руки раньше, сделает вполне себе красивую картинку-пейзаж. Далее, далее у нас такие акриловые чернила от Амстердам. Эти чернила в такой вот баночке и с такой пипеточкой, то есть очень удобно ими рисовать. В принципе, ими можно рисовать как акварелью, кистью, я имею в виду, также и пером, также можно их загружать в аэрограф и распылять, то есть многофункциональные очень. И просто обратите внимание на цвет, который просто нежно-розово, я даже не знаю, как описать, какого-то клубничного йогурта, малинового йогурта. И это уже цвет серебро, у меня тоже уже много идей, где их использовать и как их использовать. Дальше у нас такая невероятно красивая коробка, набор акрила Амстердам. Это серия стандарт, и здесь 24 цвета, я просто покажу вам одну секцию. Здесь 4 вот такие вот мини-коробочки, в которых цвета распределены по оттенкам. Здесь все такие зеленовато-синие оттенки. И я люблю, когда в акриле много цветов, потому что, да, можно смешать необходимые оттенки из того, что у вас имеется, допустим, 5-6 цветов, но в случае с акрилом это не особо практично, потому что акрил, как вы знаете, высыхает. Это желтые высыхают очень быстро, и даже с медиумами, которые замедляют высыхание, это у вас будет такая проблемка. То есть здорово, когда в акриле много цветов, и не нужно будет тратить времени на перемешивание. Понятно, что в любом случае вы будете пользоваться палитрой, смешивать цвета, но на это будет уходить гораздо меньше времени и меньше усилий. И просто иметь в арсенале много цветов, и я считаю, что это очень здорово. Кстати, я хочу попробовать эти краски именно с текстилем. Я планирую нарисовать на джинсовке, разрисовать, может быть, карманы, может быть, заднюю часть куртки, может быть, штаны. Посмотрим. Далее у нас такой вот скетчбук огромный от Sakura. Мне очень нравится, что этот скетчбук, он такой основательный такой, его можно брать с собой везде. Немножко он тяжеловат, конечно, по сравнению с другими тоненькими скетчбуками. Зато ваши рисунки будут защищены от повреждений благодаря вот такой плотной-плотной обложке. Я рисую на скетчбуках, и в основном у меня они все такого размера, меньше, чем А4. И в этот раз он уже такой большой, и не нужно будет чувствовать какую-то ограниченность в голове, что у тебя есть лист на 15 метров, и нужно вместиться. Здесь можно рисовать там, с другой стороны просто используешь. И здесь очень много листов, что, конечно, я буду заполнять долго. И это очень здорово, потому что я не буду чувствовать ответственность сделать каждый скетч каким-то шедевром, отдельным рисунком. Потому что, когда у тебя в скетчбуке 15-20 страниц, то ты хочешь сделать такую красивую книжку, альбом, можно сказать. И хочешь каждый разворот сделать осмысленно. Этот скетчбук мне дает такое понимание, что можно делать просто быстрые зарисовки, можно делать какие-то дудлы, можно делать все, что угодно. Кистей много никогда не бывает, потому что они всегда нужны, и особенно если вы рисуете кроющими красками, то они у вас портятся быстро. Это круглые кисти от Art Creation, предназначенные для акварели. Вот такой вот набор плоских кистей, тоже от Art Creation. Они уже для кроющих красок, масла, акрила, темперы, гуаши. Будем пробовать. Это синтетика. И вот такая вот красотка. Я люблю эту серию. Это серия Van Gogh, имитация белки. И у меня есть несколько кистей. Это размер пятый, кончик просто очень тоненький. Еще одна причина, почему мне нравится эта серия, это то, что это не настоящая белка, это синтетика. И последнее, что я вам покажу, это такой вот блок бумаги для акрила. Я обычно рисую акрилом либо на холсте, либо на бумаге для смешанных техник. А эта бумага именно предназначена для акрила. И, конечно же, на ней можно рисовать и другими материалами. От Fabriano. Называется Petura. Размер такой большой. 30 на 40 сантиметров, а 3. И плотность большая 400 грамм. Это были мои новые материалы из MPMR. Мне будет очень интересно почитать, если вы что-то из этого пробовали, что вам понравилось, не понравилось. Может, что-то стало вашим фаворитом. И ждите обзоры на моем канале, на эти материалы. Так что всем спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Всем спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Пока не забыла, хочу показать вам свою работу маслом, над которой я сижу прямо сейчас. Она в процессе, очень далека от того, чтобы быть закончена. Снимаю обложку для видео. Все разложено. Вот. У меня такие лимончики, подсолнухи и закат. Вот теперь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok